Добро пожаловать в Brawl Talk, с вами Афор. В этом видео я покажу вам лучшие идеи для обновлений, которые скорее всего могут добавить в игру. Уверен, вы никогда и нигде такого еще не видели. Спасибо большое за вашу активность. Надеюсь вы также просто вцепите на кнопку лайка и просто разорвете ее. До 3000 работяг осталось совсем чуть-чуть. Я знаю, что для вас нет никакой преграды нажать на кнопку подписки, если она у вас еще красная. Все, не буду долго болтать, мужики меня поняли. Ну что, полетели? Клановые войны. Новый третий сезон. Новая загрузка меню. Новый Brawler. Новые скины. Ну еще много чего интересного. Начнем с загрузочного экрана игры. Как мы можем видеть, разрушенный бар, лишь с обломком стола, на который опирается Барлей с искушенным взглядом, смотрящего и хотеющего бахнуть самогона деда Майка. Клановые войны. Наконец-то введут в игру. Как по мне, апдейт в виде кланвара даст второе дыхание игре. Суть КВ заключается в нанести больше урона боссу, чем ваш оппонента. Следовательно, победу одерживает тот клуб, который нанес больше всего хитпоинтов роботу. Изменение прицела Пайпера. В виде полос. Каждая разъеленная и соответствующая покрашенная доля дает инфу о том, сколько вы нанесете урон с дистанции, на котором вы находитесь. Новый скин на легендарного брайлера, который называется Уличная Сэнди. Задумку узнаете, откуда берет свои ноги, если кто не понял, то от скина Стритстайл Макс. Стоит такой скин будет всего-навсего 60 гемов. Новый хроматический брайлер. Мими атакует огненным шаром, который рассыпается на 6 частей, нанося 1320 урона. Ульта брайлера называется Лучшая защита. Мими покрывается опасными колючими камнями. Каменью действует в течение 3 секунд, нанося за эти 3 секунды 400 урона. Как вам новый боец? Пишите все, что желаете, думайте насчет всех обновлений, которые я вам показываю. Давайте устроим небольшую дискуссию насчет всего этого. С новым апдайтом появляется возможность пожертвовать золото своим сокламом. Соответственно, вы сами можете просить донат на счет передачи других ресурсов инфы никакой нет. Небольшая статистика каждого брайлера. Нажав на кубок, вы можете просмотреть и проанализировать, в каком сезоне у вас было больше трофеев, каков был ваш рекорд по кубкам на выбранном брайлере. Как вы знаете, можно немного обхитрить квесты, то есть за одну катку можно выполнить сразу несколько квестов. Этот лайфхак разработчики фиксит. Вам придется выполнять только один квест за катку. Соглашусь, не очень хорошие новости. Новый гаджет на Спраута, который называется Зеленая броня. Мгновенно создается изгородь вокруг бравлера, предотвращая от себя атаки врагов. Если у вашего бойца полная перезарядка, то она подсвечивается зеленым светом. Вроде бы мелочь, а выглядит довольно таки прикольно. Самое интересное, новый третий сезон. По преувешке можем видеть бухающую Джесси, Барлея, которая пытается закатрить Аночку, неся ей кусочек торта, соблазняя ее своей лысиной. Что думаете насчет этого сезона? Ведут ли ее в игру? Опять у нас Спраут. На этот раз изменение ульты. Думаю, вы сами поняли, что показано на ваших экранах и не стоит это разжевывать. Идемте далее. Обновление магазина. В случае, если вам предоставляются предметы, которые вы не хотели покупать, можно будет рефрешнуть и поменять. Стоит такая акция будет всего-навсего 3 гема. Новая концовка боя будет выглядеть следующим образом. Согласитесь, это выглядит максимально свежо. Может потому, что однотипная концовка боя уже переелась. Небольшая статистика по игре, в которой показывают, сколько забили голов, нанесли урон, киллы, общий урон вашей всей тимы. Прибавление дополнительных кубков в случае, если вы даете 3 килла поверх тех, что начисляют за победу. То есть за каждый килл плюс 1 кубок. Думаю, все понятно. На этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Не забывайте тыкать на красную кнопку подписаться. Давайте добьем уже 3000. Оценивайте видео дизлайком, либо лайком. Желаю удачи, ну и пока.